Вчера в 2 часа 30 минут по полудни в 50 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга произошла колоссальнейшая, просто-таки беспрецедентная для Уральских гор техногенная супер-катастрофа. От шаровой молнии загорелись и в течение 12 часов активно взрывались склады с боеприпасами на территории инженерно-технической войсковой части номер 52-759 возле поселка Лосинного. В результате беспримерной катастрофы погибло 9 человек, 17 госпитализированы и четверо пропали без вести. Данные уточняются, ущерб считается, но ясно, что очень немало. Вчерашняя грандиознейшая канонада возле поселка Лосинного стоит в одном ряду с такими уральскими катастрофами, как восточно-уральский радиоактивный след 57-го года, как взрыв на сортировке в 88-го года, или как выгорание половины Верхотурья в 94-м году. Но, по мнению наших экспертов, взрыв склада боеприпасов в Лосинном гораздо страшнее, даже чем сортировка 88. Шаровая молния угодила вчера в пилораму войсковой части, полтретьего пополудня. Невзирая на огнеборческие усилия пожарных и местных военных, ветром огонь разбросала по складам, где хранились в огромном количестве противотанковые и противопехотные мины, фугасы, тротиловые шашки и даже заряды от реактивных установок ГРАН. Пламя возвышалось над лесом. За 8 часов активной канонады окрестности, по подсчетам аборигенов, 13 раз были сотрясены мощными взрывами и перманентно раздавались хлопки от взрыва единичных мин. Возле эпицентра в радиусе 2,5 километров дислоцируются 4 населенных пункта Лосины, Малиновка, Крутиха и Адуй. Из них было эвакуировано в соседние селения Березовский и Екатеринбург почти все население, около 3000 человек. Остались в избах лишь самые стойкие. С сильными тротиловыми взрывами, сопровождавшимися выбросом к небу грибов, вынесло практически все стекла в ближних деревнях. Невзирая на беззащитность и доступность домов, фактов мародерства не зафиксировано. Благодаря тому, что по Лосиному постоянно барражировали группы ОМОНовцев и на ближайших подступах к Лосинке стояли кордоны госавтоинспекции. Оперативный план по ликвидации последствий беды назывался красиво. Тайфун. Силы были задействованы все. Военные, милиция, пожарные, МЧС, скорая, медицина, катастрофы и так далее. На месте беды работали самолично все высшие руководители вышеуказанных структур. Командующий войсками УРВО генерал-полковник Юрий Греков не покидал передовой от начала и до самого финиша. В ходе борьбы с милитаристской стихией, рвущейся наружу, погибли командир части, где все происходило под полковник Жуйков, пожарный капитан Косинков и 9 рядовых бойцов. По поводу беды в Лосинке заседало правительство области. Лично этот вопрос курировал губернатор Россель. По счастью, к 3 часам сегодняшнего утра мощный пожар сам собой угас. Взрывы под утро еще продолжались, но в единичном порядке, локально. Вероятно, разрывы мин будут продолжаться еще завтра-послезавтра. Но главное, что тротиловый склад не рванул. Все деревни целы, пожар локализован. Аборигены сегодня днем вернулись в свои дома. На второй день после беды можно попытаться выстроить примерную хронологию событий, происходивших последние два дня в районе поселка Лосиного. Первый взрыв, по точным официальным данным, произошел вчера в 2.35 по полудни. В 3 часа 5 минут дня на место катастрофы прибыл командующий войсками УРВО Юрий Греков. Немедленно о взрывающемся военном складе было доложено министру обороны России. В 4 часа дня вокруг эпицентра стали разворачиваться околостихийные дела. Началась эвакуация жителей из деревень. На Алапаевской ветке Свердловской железной дороги были остановлены все поезда. И плюс к этому госавтоинспекция из Березовского и Екатеринбурга посредством многоярусных блокпостов перекрыла все автомобильные подступы к Лосинке. Главную магистраль, ведущую туда Режевской тракт, пережали в четырех местах. Начальник ГУВД генерал Валерий Краев отдал приказ не пускать в опасную зону чужих, в том числе журналистов. Прорывались разными хитрыми путями. Запускали внутрь к Лосинке только местных, проверяя прописку. Инспекторы ГАИ были суровы и непреклонны. Что вы мне делаете? Значит, из поселка Лосинок все эвакуированы в Монетном школу интернат. Значит, вы можете позвонить в Монетном школу интернат или же объехать по другому пути. Можете на электрическом проехать до Монетки? У меня в машине сейчас. Мы сейчас позвоним в Монетном школу интернат. Заседание Свердловского правительства. И около 10 вечера правительственный кортеж прибыл в Лосинку. В начале 11-го часа вечера в Лосинку приехала Московская комиссия, заместитель министра обороны генерал Исаков и начальник инженерных войск генерал Кузнецов и Ижи с ними. В 11.55 вечера над Лосинкой пошел дождь, продолжавшийся 12 минут. В 3 часа сегодняшнего утра пожар над лесом как-то подозрительно утомился. Взрывы слышались все реже и реже. В 5 часов расцвело, в 6 утра очаг беды был локализован. В начале 11-го утра на продолжающий гореть и подрагивать склад была сброшена с самолета первая порция воды. В полдень в Лосинке прошла пресс-конференция, где были заявлены свежайшие данные. И в начале первого часа дня на эпицентр беды сбросили с лайнера вторую порцию жидкости. Что же касается хронологии взрывов, коих было 13 штук, то точным засеканием времени никто не занимался. По личным впечатлениям можно лишь утверждать, что последний мощный взрыв с грибком случился вчера в 10.40 вечера.